Спасибо большое. Всем привет. Меня зовут Сергей. Приехал к вам с Украины. Ну, не знаю, зачем меня сюда привезли. На самом деле, рассказать про Google. Вам что-то интересное нужно тоже рассказывать. Про Яндекс вы все уже знаете. Вы сами тут эксперты. Про Google есть какие-то фишки, которые можно еще узнать. Мы подумали с Денисом и решили рассмотреть несколько интересных патентов. Патенты будут связаны с контентом. Что такое контент-король? Контент-король – это как раз удобная для нас фраза. И разберем 5 типов контентов на каждые по 5 минут. Я рекомендую, презентации будут доступны, там будут ссылки. Вы потом, как скачаете, обязательно пройдитесь по этим ссылкам и детальнее изучите. Потому что мы сейчас только в общих чертах это рассмотрим. Так, значит, первое. Почему контент-король? Ну, понятно, что сайт, в принципе, состоит из контента. А из чего состоит сайт, это решает много наших задач. Ну, во-первых, это текстовые характеристики для того, чтобы пранжироваться лучше, для того, чтобы, ну, в основном, да, получать какой-то трафик. Это пользовательский опыт. Сюда входит юзабилити. Что там? Как вот пользователь ощущает себя после? Удобно ему, неудобно? Ну, то есть в том числе текст, в том числе контент решают, насколько пользователь останется довольным. И это формирует доверие. То есть вы можете контент сделать так, что как-то будет такой подозрительный взгляд. Может, я посмотрю еще, что есть в интернете. А можно сделать так, что все, вам доверяют. Вот как некоторые докладчики на конференциях. Вам уже кажется, все это люди, с которыми я буду работать. Ну, есть такое. Вот. Это такие три составляющих, почему контент-король. Но мы сегодня посмотрим только текстовые характеристики. Разберем немного патентов, касающиеся качества. Прежде всего интересно, что такое качественный контент. Что там по поводу LCI. LCI сейчас популярная тема и как с этим работать. Вообще это работает или не работает, да? Ну, еще несколько фишек. Давайте по очереди. Значит, первая ситуация. Представим, что мы создаем сайт. Стандартная ситуация. Мы создаем, нам надо наполнять его контентом. И мы слышали, что нужно качественный контент добавлять. Возникает вопрос. А что такое качественный контент? У меня многие студенты спрашивают, а где проверить качество контента? Есть ли такие инструменты? Какие-то попытки есть. Вы туда текст закидываете, и он вам там пытается оценивать, насколько он спамный, еще что-то. Но на самом деле инструментов нет. Я вот так вам скажу. То есть не ищите. Какие-то, даже если вы найдете, они вам не скажут, что этот контент качественный. Но нам все-таки нужно понимать, как Google с этим работает. Как он оценивает качество сайта в целом и качество отдельных документов. Есть вот несколько интересных патентов. Наверное, мелко. Но вы уже потом скачаете, посмотрите. Значит, первый анализ контента для определения спамных страниц, формирование сигнала качества сайта и определение мусорного контента на сайтах. Значит, здесь вы, возможно, видели некоторые из этих патентов. Миша Сливинский когда-то ими делился. Значит, первый говорит о том, что Google проводит статистический анализ текстов, и на основе результатов этого статанализа он может определять, где спам, а где не спам. То есть как бы такие тестовые выборки и, в общем, легко определить. Притем анализируется не только текст страниц, но и, например, другие текстовые зоны. В частности, заголовки страниц и анкоры ссылок. Не те, которые на вас ссылаются, а те анкоры ссылок, которые расположены на вашей странице в данном случае. И есть еще второй подход. Это энграмный анализ. Энграмы. Кто не знает, что такое энграмы? Ну, бухгалтерам не нужно это знать. Ну, в общем, можно на основе частотного словаря и анализа энграм в принципе определить тоже качество сайта, сравнивая эти энграмы с уже известными сайтами. Как выглядит первое? А, значит, вот там, где статистический анализ проходит, там выводы такие из этого патента, что страница может быть распознана как спам, если у нее имеет большое количество длинных или коротких слов. То есть у вас там какие-то совсем длинные слова встречаются. Ну, если это не специфическая тематика. Большое количество слов. Очень низкое количество общих слов. Соотношение HTML кода к видимому тексту. То есть у вас много-много кода, но видимого текста очень мало. То есть это тоже может распознанно быть как спам. Повторяющийся контент, который можно сжать каким-то архиватором, и он хорошо сжимается. Большое количество популярных энграм. Отношение анкорных слов ко всем словам на странице. Ну, то есть, например, у вас очень много ссылок для внутренней перелинковки или там вы на другие сайты ссылаетесь, но при этом очень мало контента. То есть это тоже с большой вероятностью будет спам. Ну и там такие графики приведены как пример. Что это значит? Это распределение количества слов на документе. И вот количество документов, которые с этим количеством слов. Ну, например, самый популярный это где-то там от 200 слов на документе. То есть это черный график такой вот сплошной. Это распределение документов в целом. Ну, нормальных документов. А вот этот мелкий график это распределение спамных документов. И мы видим, что чем больше слов на странице, тем с большей вероятностью документ спамный. Это исходя из статистики. Чем больше этих сигналов будет накапливаться, тем больше вероятности документ будет распознан как спам. То же самое, например, по тайтлу. Какое оптимальное количество слов в тайтле? Статистика показывает, что 5 слов где-то оптимальное. 15 еще нормально. Чем больше вы добавляете слов в тайтл, тем больше это будет распознаваться как спам, потому что это нетипичная характеристика, нетипичные документы. Такого встречается очень мало. Вот это интересное, это по сжимаемости контента. Оптимальная сжимаемость, например, зип архиватором. Это в два раза. Если у вас текст при сжатии зипом в два раза сжимается, значит это как бы стандартная ситуация. Если он больше, очень сильно сжимается, в 5 раз, в 6 раз, то уже тоже большая вероятность спама. Ну и так далее. То есть там популярные триграммы. Чем больше популярные, более вероятные триграммы встречаются, тем тоже более спамные. То есть посмотрите обязательно этот патент, изучите. Там много таких графиков похожих. Ну и все, что мы вот там перечислили в списочке, вы будете понимать, как сделать документ менее спамным. Или наоборот, имитировать большое качество. Ситуация два. Мы хотим обновить сайт. Редактируем, например. Ну часто возникает ситуация, когда мы хотим переделать дизайн. Дизайн, верстку там. По-любому контент обновится. В заголовке вы можете там метаописание, что-то еще, тексты. И вопрос возникает, это повлияет как-то на SEO? Ну понятно, что тексты где-то изменятся, но если они плюс-минус одинаковые, как это повлияет? Давайте посмотрим. Значит, вот есть патент в поиске информации с учетом исторических данных. В этом патенте не только тексты анализируют, ну вернее, описаны не только тексты. Там много всего Google анализирует. Ссылки, история домена. Ну вообще много всяких параметров. Рекомендую тоже познакомиться. Будет очень информативно. И там, что касается контента, там такие вот интересные вещи, что, ну во-первых, Google хранит историю по трафику, по поведению, по истории домена, его рейтингу, уникальные слова, которые встречаются на документе, слова и биграммы, фразы в анкорах, количество новых пассажей. Если вы что-то изменили, он смотрит, ага, какие новые пассажи появились, и сколько этих новых пассажей, да, сохраняет себе историю, чтобы потом сравнивать это дело. Документы с разной частотой обновления могут ранжироваться по-разному. Что это значит? Ну, во-первых, есть незначительные изменения. Вы, например, в контент несли какие-то баннеры, навигацию изменили, поставили EvoScript там с виджетом каким-то. Это Google считает, что это маленькие изменения, они ни на что не влияют. То есть это можно без проблем делать, небольшие изменения. Но как только изменения становятся большими, в основном это изменения тайтла, изменения анкорного текста исходящих ссылок. Вот сам текст тоже сюда входит, но он не настолько важен, как вы, например, измените анкорный текст исходящих ссылок. Например, у вас есть рекомендуемые товары. Да, вот какие были здесь, кого вы рекомендовали. Google в следующий раз зайдет, пересканирует страничку, смотрит, вы уже других рекомендуете. Может, там случайно ссылки ротируете. Типа, как это называется, ушаховый инструмент. Ловец ботов, да? Ловец ботов. Есть такой инструмент. Вот для Google опасная такая, опасная использовать. Значит, и дальше сравнивается эта частота обновления, средняя дата обновления, со страницами похожего типа. То есть, например, если у вас страницы, рубрики, понятно, что в рубриках появляются новые товары, то есть с какой-то частотой обновляется этот магазин ваш, ваша рубрика. Если другие сайты в этой же тематике обновляются там каждый день, и вы обновляетесь каждый день, то, ну, все нормально. Если другие сайты обновляют свой ассортимент, а у вас он статический, то вы очень сильно отклоняетесь от среднестатистического показателя. То есть все нормально обновляют свой ассортимент. iPhone X вышел, они добавили, а вы еще там сидите с пятым iPhone. Понятно, что у вас рубрика будет проседать, то есть эта рубрика обновляется теперь меньше. Ну и так далее. То есть это мы про рубрики поговорили, то же самое там с другими типами документов. Статьи, главная страница и другие. То есть здесь полезно анализировать, что происходит в выдаче, как часто конкуренты вообще свои документы обновляют, свои сайты обновляют, и что вы можете сделать в этом направлении. Третья ситуация. На сайте много UGC контента. UGC контент – это когда пользователи сами его добавляют. Какой-то форум, блог, сервис вопросов-ответов и так далее. Вопрос так. Он ранжируется так же? Нам просто добавлять ключи и побольше текста и ключей или как-то по-другому? Потому что UGC мы не можем сильно влиять на этот контент. Что пользователи добавили, то и добавили. Мы не можем туда ключей добавить особо. А как-то хотим, чтобы этот трафик больше все-таки приносило. То есть нужно как-то это организовать. Оказывается, у Гугла есть на эту тему тоже интересный патент, который описывает ранжирование UGC контента, так и называется. Что относится к этому типу контентов? Ну, во-первых, как я говорил, форумы, сайты вопросов-ответов, блоги, соцсети, фото- и видео-сайты. Есть таких много. Допустим, флэш-игры. А, нет, флэш-игры – это там, где есть профили пользователей. Там, где пользователи сами постят контент. Вот это вот относится к UGC типам. И контент здесь будет ранжироваться в зависимости от рейтинга пользователя. Не от того, насколько там текстовая релевантность этого документа, этого ответа или вопроса, а насколько большой рейтинг пользователя, который сформировал этот контент. Ну и там есть еще нюансы. Например, считается User Credential Score, ну, типа рейтинг пользователя. На основе чего он считается? На основе того, как пользователи с друг другом взаимодействуют и какой вклад в проект вносят. Например, контент хорошего качества они постят или спамный контент взаимодействуют с авторитетными авторами на этом сайте или, в общем, с менее авторитетными. Можно так выявлять спам. Очень интересно. Потом, значит, измеряется контрибутивность скорой, ну, то есть это показатель вовлеченности по графу активности рейтинга каждого пользователя. Ну, то есть там много параметров рассчитывается. Главное понимать, что рассчитывается просто рейтинг пользователя. Ну, и такие несколько выводов. Вот, что если вы даете качественный ответ на хороший вопрос, то вот этот вот тред, он будет набирать больше рейтинга. То есть это положительно влияет на рейтинг как автора, так и самого треда. А если вы общаетесь на таком сайте с плохими, ну, как бы со спамерами или там плохими авторами, то это может наоборот понижать рейтинг. И причем здесь учитывается персонализация. То есть если вы часто с кем-то общаетесь, то в выдаче вам будут показываться его результаты. У Google есть такое понятие персонализация. Она зависит не только от того, что вы уже смотрели, но и с кем вы общаетесь. И вы должны помнить, что у Google есть, во-первых, Google+, где он знает ваши взаимосвязи, с кем вы связаны, с кем вы общаетесь, если вы ее используете. Во-вторых, у него есть YouTube. На YouTube тоже он понимает, на кого вы подписаны, кого комментируете. И я считаю, что этот патент, он может распространяться не только на UGC-сайты. В перспективе он может распространяться на все сайты, у которых есть привязка к автору. Раньше Google не зря внедрял такую штуку, что можно было привязывать автора к своему контенту. Google хочет видеть, что у каждого контента есть лицо. Должно быть понятно, кто его написал. Тогда есть четкая привязка, кто этот автор. Можно найти его в соцсетях, можно узнать, какой у него рейтинг, с кем он общается, с кем дружит и так далее. И на основе этого формировать авторскор. То есть такой вот показатель, насколько этот автор вообще авторитетен. Использовать это для аранжирования. Ладно, давайте другую ситуацию. Тут уже поинтересней. У вас на сайте много таблиц, много различных меню. И возникает вопрос, как ключевые слова распределить по этим табличкам. Или по спискам. Нужно в каждый элемент списка включать ключевое слово. Или в некоторые элементы списка. Потому что, с одной стороны, не хочется переспамить, если мы в каждый всунем. А с другой стороны, не совсем понятно, как оно рассчитывается. Мне кажется, вот этот патент очень интересным, который описывает аранжирование документов на основе семантического расстояния между терминами документа. Очень важно, чтобы на страничке встречались не только ключевые слова, но и как они с друг другом связаны. На каком расстоянии друг от друга находятся. Например, вы продвигаете купить ноутбук. Как слово купить отдалено от слова ноутбук, с одной стороны. А с другой стороны, бывают вообще длинные запросы. Вот тут пример такой приводится. Факты о Сатурне и там частота вращения, масса, объем Сатурна и так далее. И вы видите, что в каждой строчке не встречается слово Сатурн. Но Google считает, что семантическая связь между заголовком и списком очень близкая. То есть он отходит от понятия считать расстояние между терминами физическое и приходит к тому, что нужно считать семантическое. Ну и считает его. Так, что тут? Используется, ну это я сказал, не визуальная близость, а семантическая. Но тут ему важно определить списки, где у вас в тексте встречаются списки. При этом вы их могли не формировать. Это могут быть списки, допустим, в виде просто разделенной брами в коде. А Google нужно понять, что это на самом деле список. И то же самое с заголовками. Можете озаглавить заголовок как-то там, не выделять, ну или выделить его стронгом. Он будет считать, что это H2, например, к списку заголовок. И заголовки это будут наиболее близкие к термине, к тем, что расположены ниже под дереву. Близость терминов уже будет рассчитываться при расчете релевантности. Вот, например, такой список у вас будет. Фонд вы выделили. Несмотря на то, что это не заголовок, Google поймет, что это именно заголовок. Что это будет типа H2 или H3. А вот это будет список. Несмотря на то, что тут нет элементов UL, UL, но они разделены так же, как списки. И это будет считаться списком. И семантическое расстояние между Сатурном и, допустим, масса будет очень близким. Практически одно слово. Этот документ будет продвигаться по запросу масса Сатурна. То есть здесь не нужно писать масса Сатурна, 95, потому что можно переспамить. А вот если в заголовке у вас уже встретился один ключевик, то он уже близок к другим. То есть вы поняли систему, да? Попробуйте использовать, пересмотреть свои сайты с точки зрения семантической близости между терминами, а не физической. Ну и последняя ситуация. Что там по поводу LCI-фраз? Вообще работает это или нет? Кто считает, что это не работает? Женя Трофименко считает. И рядом сосед. Вы там сговорились. Хорошо. Да, вообще. Вот еще один считает. Витя. Значит, Яндекс как-то сказал у себя в видео, что они не используют LCI. На самом деле это действительно так. Но есть и хорошая новость. Они просто это по-другому называют. Это как бы проблема терминов. И то, что мы все называем LCI-ем, это просто терминология определенной стратегии, определенного подхода. Как, допустим, крауд-маркетинг. То есть на самом деле раньше он существовал, просто его по-другому называли. Вирусный маркетинг, партизанский маркетинг и так далее. А потом придумали термин. Я считаю, что с LCI так же само. Значит, есть вот пару патентов интересных. Их там намного больше, но я вот такие два выделил, которые вы должны посмотреть будете дома. Оценка заменяемых слов. Ну там substitute queries называется. Substitute terms. Это как бы синонимов. Оценка синонимов. Он просто Google по-другому их назвал. И ранжирование документов на основе взаимосвязи слов. Буквально сейчас пару слов интересных. Значит, Google находит синонимы в рамках контекста и расширяет ими запрос. То есть вы вводите какой-то запрос, продвигаете. Какой вы продвигаете запрос? Что? А, да, вот можно? Не услышал, слушай. Бикорма. Зерно. А, комбикорм. Комбикорма. Хорошо. Комбикорм. Да, интересное слово. У него есть наверняка как-то по-другому. Как-то его называют, может, по-другому. Хорошо. Представим, что вы продвигаете зерно комбикорм. Такой запрос. Google будет использовать не эти два слова, а он наверняка найдет еще какой-то синоним. Ну, в данном случае, может, не найдет, но для большинства запросов он находит. Еще какие-то слова, которые могут точнее описать интент пользователя и добавляет их в запрос. Вы этого не увидите. Это можно было раньше увидеть в Яндексе, когда он это показывал в Урле. Сейчас это все поисковые системы не показывают, но переформулировка запроса существует. И поисковик ищет не то, что вы ввели, а он ищет то, что он считает. Ну, просто, чтобы ему легче было искать, он добавляет дополнительные термины. Это называется расширение запроса. Как он находит эти синонимы? Есть такой подход. Анализируется по ключевому слову. Ну, например, комбикорм. Анализируется топ выдачи, частотные словари этих сайтов. И какие слова чаще всего встречаются. А потом для этих слов также анализируется топ. И, опять же, какие слова встречаются. И получается пересечение. Чем больше пересечения, тем с большой вероятностью это называется синонимом. Но Google их не называет синонимы. Он называет это substitute terms. И расширяет запросы на вот эти substitute terms. Значит, даже формируется такая база знаний. То есть он уже понимает по каждому термину, что люди ищут в каких направлениях. И мы должны понимать, то есть мы должны, в принципе, мы можем сделать такой же реверс-инжиниринг и понимать, что Google еще, чем еще расширяет наши слова. Там такая схемка, например, ну и тут по-английскому warrant и warranty. Warranty – это, допустим, срок, гарантийный срок, а warrant – это просто гарантия. Ну и там разные, если проанализировать семантику, то разные слова будут иметь приоритет. Для каждого из этого, казалось бы, синонимы. То есть просто одна буква в конце вроде бы синоним, но на самом деле нет. Это разные слова. А вот если другое слово, French open – это какое-то, видимо, мероприятие, его можно написать слитно, а можно раздельно. И вот тоже важно понять, это одинаковое или разное. Ну и если такой же анализ провести, то видно, что это одинаковые слова. Детальнее почитайте. Последний патент, очень интересный. Оставил его на конец. Значит, представьте, что у вас текстовый документ. В нем какие-то термины. Поисковик, в частности Google, он сначала выискивает в этом документе важные термины. Как ему найти важные термины? Как бы вы нашли? По заголовкам, по мета-кейверсу можно? А, да, наиболее частотные слова. Вот интересная, да, интересная тема. Google чуть по-другому действует. Он находит взаимосвязи между терминами, называет это локальная связь. Как он эти локальные связи находит? На основе различных методов, похожих на LCI, то, что мы называем. То есть это близкие тематические термины. Например, если у вас используется слово кошка и слово мяу, то это близкие тематические термины. Они, в принципе, будут взаимосвязаны. Находится такая связь. И существительные здесь играют больший вес. То есть они имеют больший вес, чем прилагательные. Ну, это понятно. Нам нужно найти объекты. И причем, если термины, чем выше они находятся в тексте, тем они более важнее. Вот эта важная фишка. То есть если вы хотите продвигать по какому-то запросу, то эти термины должны встречаться как можно выше в тексте. Тогда они будут иметь больший вес. И потом для самых весомых терминов Google определяет их взаимосвязь с внешними документами. С какими документами он еще связан. Например, вы очень масштабно описываете свою проблему или свою рубрику. Он видит, с какими документами вы связаны. Можно построить граф. Такой граф связей. Например, такой. Но это не граф ссылочный. Это просто граф связи между тематическими терминами, связанными документами. А потом уже к этому графу можно применить, допустим, формулу пейджранка. И узнать, кто в этой тематике, кто по этому термину более релевантен. И скорректировать рейтинг документов на основе того, как вы связаны с остальными документами. Такой интересный патент. Какое заключение? Очень просто. Используйте информацию из патентов. Но учитывайте, что не все патенты, конечно, это значит, что они внедрены. Обязательно экспериментируйте. В основном патенты внедряются, но некоторые – это просто как бы теория. Обязательно экспериментируйте и создавайте хороший контент. Все. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ